Приветствую вас. Значит, первое, о чём мне хотелось бы вам сказать. Почему дети часто вас обещали? Попробуйте подумать, почему так происходило. Почему? Дети обижали вас, что ими двигало, вот, чем обусловлены были их поведенческие модели и так далее. Это первое. Первое, о чём вам нужно подумать. Значит, по клею поведение детей является источником, является средой для формирования в последствии другого агрессивного поведения, которое формируется уже в взрослых. Постарайтесь для себя, пожалуйста, вот этот момент прояснить. Постарайтесь для себя, пожалуйста, вот эту ситуацию выделить, ибо эта ситуация, она в действительности очень важна. То есть, как вы считаете, как вы считаете, причина такого поведения у детей скроется в чём? Да? Как вы считаете, причина поведения уже взрослых, такое же принижение на работе и так далее, и так далее, скроется в чём? Это первый вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос касается, значит, собственно, того, что вы говорите, что вот много читали, но, значит, умные слова, значит, не помогут в драке. Как вы думаете, опять же, вот, какой конфликт и, значит, соответственно, какую проблему можно разрешить через драки, через физическое насилие? А какие конфликты можно разрешить через это? Попробуйте, пожалуйста, ответить себе и на этот вопрос тоже. Насколько драки решают конфликты? По вашему мнению, да? Насколько драки помогают решить конфликт? Опять же, по вашему мнению. И, собственно говоря, почему человек выбирает в качестве решения конфликта именно драку? И чем, с чем, точнее, с чем связан такой выбор человека? Выбор, значит, человека в контексте решения проблем. Далее. Почему у вас возникает гнев, когда вы испытываете на себе негатив? Значит, ну, понятно, тот самый негатив, который, собственно, вам дают люди, да? Почему вас это задевает? Значит, ведь понятно, что гнев, раздражение вы чувствуете потому в этой ситуации, что это задрагивает какую-то вот вашу непосредственную сферу. То есть, условно, вас что-то задевает, да? Вас как-то, вот, на второе, вот то, что на вас, на весь, на вас, как бы, направляют негатив. Соответственно, что? Вы, эээ, вас задевает, что вы чувствуете себя беспомощно? Так же тогда. Задевает, что вы не можете защитить себя, так же, как тогда, например. Это очень важно, потому что беспомощность решается в выработке своей собственной позиции. И беспомощность также разрешается и убирается путем разрешения конфликтов, которые у вас имеются. То есть, вот, почему, например, вы воспринимаете принижение на работе как что-то, ну, как что-то негативное для себя, но при этом терпитесь это принижение на работе? Почему вы, например, не меняете место своей работы из-за того, да, что, вот, вас принижает на работе? Чем вы обуславливаете для себя нахождение на этой работе? И так далее. Постарайтесь определить, что вы, что именно вас задевает, и на основе этого у вас появится качество, которое вы в себе не принимаете. То есть, вот, то, что вас задевает, это, по сути, те качества, которые вы в себе не принимаете. Те элементы, те черты, которые вы в себе не принимаете. И вот их нужно, нужно либо принять, либо наметить четкие пути для того, чтобы купировать. Вот. Говорят, оккупировать, я имею ввиду, снизить негативные проявления. То есть, либо это страх чего-либо, либо это неуверенность в себе, либо это, значит, еще какая-то причина, да? Но причины, которые генерируют, это вот этот вот негатив, негатив. Потому что, формально, формально. Если вас столкнули где-то в метро, то это может быть чисто случайно. Это, может быть, человек даже вас не заметил. Он не хотел. Но вы-то восприняли это как агрессию. И вопрос в том, почему вы восприняли это как агрессию. Боитесь ли вы, что не сможете себя защитить? Или, может быть, наоборот, вы не чувствуете собственной значимости в контексте как раз вот своей деятельности? Что-то из этого в любом случае есть. И что-то из этого нужно с вами разбирать. Я хочу, чтобы вы постарались это для себя понять. Как можно лучше. Вот. Далее. Значит, вы говорите, что вам тяжело терпеть принижение на работе. Сложно сдерживать себя на хамство и гнев в мой адрес. А что вы хотите выразить вот? Что вы хотите вот, ну, ответите вы хамством, да? Ответите вы грубостью. А дальше? Что дальше будет после этого? Вы не решите эту проблему на самом деле для себя никак. через хамство. Вы никак не разрешите ее. Вы еще больше его загубите. То есть, смотрите. Если вам не нравится то, как человек себя с вами ведет, то значит, вы неправильно его воспринимаете. Если вам хочется ответить хамством на хамство, то, скорее всего, вы позиционируете этого человека как разного себе. Но при этом этот человек вам не равня, потому что вы находитесь в совершенно разных плоскостях. Человек, о котором вы, значит, ну вот, рассказываете, это человек, который испытывает ряд проблем. на самом деле и эти проблемы опосредует его поведение. Это человек, который не отправляется с негативом. Это человек, который не справляется с тем, что с ним происходит. Это, по сути, человек, который испытывает конфликт внутренний. Это не счастливый человек. Это человек, который вам нужно пожалеть, поддержать. А вы на него агрессируете. Почему? Потому что вы сами видите в этом угрозу для себя. Вот именно то, в чем угроза для себя, вы видите, и нужно с вами разбирать. Ну и, конечно, детские травмы, травмы тоже нужно разбирать. Например, дальше, кстати говоря, и детско-радические отношения. Дело в том, что довольно многие дети не могут иногда дать сдачи, но при грамотном, значит, подходе родителей, значит, эта проблема нивелировалась. Но у вас она не нивелировалась, и, значит, с водителем у вас тоже, скорее всего, были проблемы. И вот, значит, нужно сперва в детско-радические отношения, потом перейти на отношения с, значит, с вашими сверстниками, и после этого перейти уже на взрослую, так скажем, сферу, в которой вы выступаете как равноправный член общества. Вот. Соответственно, подумайте, что вы боитесь, что вы в себе не принимаете, в чем вы не уверены в себе, и с этим как следует поработать. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!